Приветствую, меня зовут Артём Первушин, вы на канале по финансовой грамотности и инвестициям. Часто в директ инстаграма мне пишут вопрос, Артём, зачем мне там нужно деньги откладывать и инвестировать. Я вот там себе на квартиру еле-еле как-то там накопил за там 10 лет и спокойно, свободно живу. Зачем мне какие-то деньги там в чём-то себя ужимать, какие-то деньги откладывать, инвестировать? Отвечу в этом видео, надеюсь, что достаточно подробно и наконец-таки все поймут, для чего нужно инвестировать и все замотивируются этим. Я на своём примере это покажу и просто к цифрам обращусь. Но перед тем, как начнём, напомню, что я инвестирую через брокер АБКС, топ-1 брокер в России по объёму активов клиентов. Это происходит потому, что у них лучшие условия, в том числе по тарифам, абсолютно бесплатные брокерские счета. По ссылке внизу можете зарегистрироваться онлайн за 5 минут. У вас счёт будет брокерский абсолютно бесплатный, 0 рублей в месяц. Более того, я инвестирую, я вообще ни разу им ни копейки не заплатил комиссию 0% по тарифу инвестора, который у вас сразу и подключится. Вот, за покупку 0%, за продажу там будет комиссия. Если вы будете продавать активы, то есть если вы будете торговать на фондовой бирже, а не просто пассивно инвестировать, и у вас оборот будет больше, чем 250 тысяч рублей в месяц, вам выгодно будет тариф за 300 рублей в месяц купить. Ну, потом это сделаете отдельно. Вот, и по рефералке, по ссылке внизу, если заведёте аккаунт, вам будет ещё подарок. Бесплатный финансовый консультант, Сергей его зовут. Он после того, как вы зарегистрируетесь, вам позвонит, представится. И у вас также его контакты будут в вашем брокерском аккаунте. Там будет с ним чатик и номер телефона. Можете снициировать самостоятельно с ним первую связь, если он долго до вас дозванивается. Он один, там, много людей, кто открывает по моей ссылке счета. Вот, бесплатно абсолютно вас проконсультирует по любому финансовому вопросу, и портфель сможет вам составить, компетенции у него такие имеются. Вот от брокера БКС бесплатно такая штука для моих рефералов. Так вот, смотрите, у меня портфельчик абсолютно небольшой, там 395 тысяч рублей. Я несколько месяцев введу эту рубрику, где с нуля инвестирую, составляю этот портфель. Относительно по чуть-чуть деньги закидываю. Кто-то скажет, портфель большой, Артём, ты что такое говоришь, я там за два года столько накопил. Ну, всё зависит от вашего уровня дохода, от вашего уровня расходов, от ваших пополнений. Относительно моих расходов, это небольшая сумма, поскольку там мои расходы, там, 500 тысяч рублей в месяц. Например, вот за прошлый месяц, за август, я 500 тысяч рублей потратил. И покрывают мои, там, дивиденды, которые я получаю по этому портфелю, мой расход, ну, даже не на 1%. То есть копейки совсем, я инвестирую по чуть-чуть, там, 50 тысяч рублей в месяц максимум, это где-то вот 10% от того, что я трачу. Ну, грубо говоря, вот там 550 тысяч рублей заработал, да, 500 потратил, 50 отложил, проинвестировал. Что-то типа того, что происходит обычно у, там, среднестатистического инвестора, ну, только, там, цифры поменьше. В выражениях относительных, типа, 10% отложил, проинвестировал. Очень похож мой портфель на то, что происходит там у каждого, кто, там, смотрит это видео. У вас, скорее всего, будет так же, 10% спокойно можете отложить. Так вот, обращаю ваше внимание на то, что мой основной портфель недвижимости мог бы так же, там, все откладывать, там, покупать новые объекты недвижимости, но прикол инвестиций в акции на фондовом рынке с небольших, тем более, что сумм, в том, что я по чуть-чуть откладываю деньги, покупаю акции дивидендные на российской фондовой бирже и отслеживаю прирост этих дивидендов. Если с самого начала я покрывал, там, 0,09% своих расходов дивидендами, когда они, там, где-то 400 рублей в месяц насчитывались, то сейчас эта цифра выросла в 10 почти что раз, ну, в 5, в 5 раз точно, я почти полпроцента дивидендами покрываю. Это 2400 рублей в месяц. Обращаю внимание, что я до этого уровня дошел, там, за несколько месяцев. Вы при желании сможете, там, тоже за несколько месяцев, за полгода дойти до примерно такого же уровня, и это хороший старт, поскольку, если мы дойдем до отметки в 100% покрытия расходов дивидендами, что произойдет тогда? Это значит, что вы достигли финансовой свободы, финансовой независимости, ну, финансовой свободы, да, если быть точнее, и, по сути, вы можете уже больше не работать, жить только на те дивиденды, которые вам выплачивают, потому что ваши расходы сопоставимы с теми дивидендами ежемесячно, которые вы будете получать. Отлично, отлично, вы можете заниматься чем захотите, можете посвятить себя любимому хобби, не знаю, кто там хотел давно играть на гитаре, но это неприбыльно абсолютно, а деньги нужно срабатывать, вы можете играть на гитаре, кто давно хотел, не знаю, там, пением заниматься, будет идти петь, кто захотел, там, не знаю, в Counter-Strike играть, будет идти играть в Counter-Strike, неважно. Вы достигнете абсолютной финансовой свободы, но до этого уровня, конечно, еще очень далеко, можете вы возразить, сказать, что там 20 лет откладываешь, чтобы через 20 лет, там, он себе пенсию хорошую обеспечит, слишком долго, неизвестно, что будет в течение 20 лет, я лучше, там, поживу сейчас, там, будь что будет. Но, на самом деле, вам не обязательно очень долго откладывать и ждать какого-то большого результата, типа, там, 100% покрытия расходов дивидендами. А вот, например, давайте возьмем планку ниже, что будет, когда я дойду до отметки покрытия дивидендами расходов на 10%? Мои расходы, это, там, 500 тысяч рублей в месяц, если я буду покрывать их на 10%, это значит, что ежемесячно я буду получать по 50 тысяч рублей. Но обратите внимание, что все мои пополнения брокерского счета как раз-таки ограничиваются, там, около, там, 50 тысяч рублей в месяц, я туда закидываю. Ну, когда чуть больше, когда чуть меньше, стараюсь чуть-чуть побольше, но около того. И, по сути, это значит, что если я продолжу пополнять по 50 тысяч в месяц, мне по 50 тысяч в месяц будет капать еще дивидендами, я все свои новые инвестиции буду делать, так скажем, в два раза эффективнее и в два раза больше будет объем моих инвестиций, нежели на самом старте. То есть, как только я достигаю 10% вот здесь в этом показателе, это значит, что я буду дальше двигаться к своей цели ровно в два раза быстрее. Либо я, если достигаю этой отметки, могу вообще перестать деньги откладывать со своей зарплаты, со своих доходов, а только заниматься тем, что буду реинвестировать дивиденды. И, по сути, это будет то же самое, 50 тысяч рублей в месяц, как и на старте, буду реинвестировать. И все, вы вообще не тратите то, что зарабатываете, только реинвестируете дивиденды при достижении уже 10% покрытия дивидендами ваших расходов. Это замечательно, это замечательно. 10% тоже кажется недостижимо далеко, недостижимо долго, но на самом деле, вот я уже несколько месяцев инвестирую, полпроцента достиг, это ну сколько? Это еще там 20 раз точно так же там проинвестировать, 20 таких же периодов взять, и у меня уже будет отметка в 10%. Но на самом деле, даже меньше, чем 20 периодов, поскольку если я уже по 2400 рублей себе обеспечил дивидендный доход, я и эти 2400 рублей тоже буду пополнять на счет. А это от моих 50 тысяч рублей там пополнение, это где-то плюс 5%. То есть, по сути, мои пополнения на брокерском счету выросли уже на 5%, хотя я инвестирую всего несколько месяцев. Вдумайтесь в эти цифры. Это в рублях, это на российском рынке, это российский портфель акций. Мой портфель вы видите на экране, я вот такой себе составил. То есть, инвестировать нужно для того, чтобы обеспечить себе финансовую свободу и в дальнейшем финансовую независимость. Финансовая свобода, это когда вы покрываете все свои расходы дивидендами, финансовая независимость, это когда вы можете там плюс-минус не отказывать себе ни в чем жить там на широкую ногу, это все будет покрываться там дивидендами. Но до этого еще далеко, можно там и по 5 миллионов в месяц тратить. Понятно, что там потолок достаточно высокий. Но финансовую свободу как минимум вы себе обеспечите и гораздо быстрее, чем вы можете себе представить. То есть, если я за несколько месяцев на полпроцента уже обеспечиваю покрытие своих расходов дивидендами, у меня уже скоро будет там на 1%. Потом еще быстрее там 2-3%. До 10 дойду, у меня уже в 2 раза быстрее пойдет прогресс. То есть, ровно столько времени, сколько мне займет путь от 0 до 10%, ровно столько же от 10 до 30% займет путь. А, ну, от 0 до 30% столько же, сколько от 30 до 100, понимаете, да? То есть, совсем немного времени займет ваш путь, если вы грамотно будете инвестировать. Там уже другой вопрос в том, какие активы вы покупаете, да? Какая у вас стратегия, какой риск профиль и так далее. Но 10% отложили от ваших доходов и проинвестировали в долгосроке, как пассивный инвестор, покупаете активы, реинвестируете все дивиденды, которые приходят. Это работает. Это работало десятилетиями, если не столетиями, да? Вот сколько капитализм существует, ну, десятилетиями точно. И это продолжит работать и дальше. Этим нужно пользоваться. И тот, кто не откладывает по 10% шутку, 10% от дохода, не знаю, от кофе откажитесь, там, раз, не каждый день покупаете, там, чашку кофе, да? Это, там, раз в два, в три дня курить чуть меньше, попробуйте, не знаю, пить бросьте. И у вас сохранится даже больше, чем 10%. 10% очень легко от дохода откладывать. И показывать подобные результаты, как вот у меня в моем портфеле. Это делать нужно. Это если вы никогда не пытались, не начинали самое время сделать это прямо сейчас. Прямо сейчас посчитать свои финансы, посчитать свои расходы, свои доходы, отложить 10%, пойти открыть брокерский счет, посылки внизу, тем более, бесплатно абсолютно. Топ-1 брокера в России по объему клиентов не просто так. Лучший брокер в России, я им пользуюсь и вам рекомендую. И, не знаю, позвонить там финансовому консультанту, попросить, чтобы он вам дивидендный портфель составил. Там он и ребалансирует его, если что, через какое-то время. И все, и просто спокойно инвестируйте себе по чуть-чуть, там, тысячу рублей, там, купили акции, например, Сбербанка, тысячу рублей, купили акции, не знаю, Газпрома, Газпром нефти на тысячу рублей и так далее, по чуть-чуть собираете себе портфель, инвестируете и отслеживаете свои финансовые показатели. У меня чуть-чуть вырос расход за последнее время, но обратите внимание, что также выросло и покрытие расходов дивидендами. То есть дивиденды у меня выросли даже сильнее, чем вырос мой расход. Это замечательно, и к этому, я надеюсь, будет стремиться большинство из тех, кто посмотрит это видео. Потому что цель финансовой свободы, финансовая независимость, это грандиозная цель, к которой, я считаю, должен стремиться каждый. Подписывайтесь на канал, чтобы быстрее достичь своей цели. На другие соцсети по ссылкам внизу, Instagram, Telegram, там контента больше я публикую. И всем удачи в ваших начинаниях. Спасибо, что досмотрели до конца.